— Не хочу, чтобы меня убили сегодня вечером, — подумал Лоренцо Фалько. Тем более так. Однако перспектива погибнуть была вполне реальна. Шаги за спиной звучали все ближе, делались все торопливей. Несомненно, гнались за ним. Пять минут назад он услышал, как позади вскрикнул курьер, падая в темноту со смотровой площадки Санта-Лусия, как с высоты пятнадцати-двадцати метров его тело ударилось о мостовую неосвещенной улочки в квартале Алфама. Теперь преследовали самого Фалько. Доделывали работу. Дорога шла под уклон, позволяя прибавить ходу, но это же обстоятельство играло на руку преследователям. Их было двое. Он заметил это, когда курьер в тусклом свете далекого фонаря Фалько успел разглядеть лишь усы, надвинутую на глаза шляпу, протянул ему, как было условлено, конверт, а через минуту, увидев незнакомцев, подал сигнал тревоги. Они бросились в разные стороны. Курьер вдоль блюстрады смотровой площадки. Оттого и попался преследователям первым. А Фалько по улице, туда, где далеко внизу смутно мерцал огнями лиссабон, раскинувшийся у подножья этого вознесенного над городом квартала. И где еще дальше, под безлунным звездным небом, сливалась с ночной тьмой широкая черная лента Тежу. Путь отхода вел налево, во мрак. Готовясь к этой встрече, Фалько еще утром обследовал местность. Каждый профессионал свято соблюдает старое верное правило. Прежде чем войти куда-нибудь, узнай, как оттуда выйти. Фалько вспомнил израстцовую табличку Азулежу на углу, Колсадинья до Фигейра. На эту узенькую, круто уходящую вниз улочку вела каменная двухпролетная лестница с железными перилами. И Фалько, стремительно рванувшийся влево, схватился за них, чтобы не упасть в темноте, и слетел вниз. Улочка под прямым углом заворачивала направо и упиралась в арку, такую узкую, что двоим не разойтись. Но шаги за спиной не стихали, а напротив приближались. И звучали уже на первых ступенях лестницы. «Сегодня я не умру», — повторил про себя Фалько. «У меня другие планы на вечер. С женщиной переспать, сигаретку выкурить, в ресторане посидеть, что-то в этом роде. Так что лучше пусть помрет еще кто-нибудь». В этом пункте своих рассуждений он снял шляпу и достал из-под ленты спрятанное там лезвие-жилет в бумажном конвертике. На ходу уже возле самой арки сорвал его, вытащил из нагрудного кармана платок и обернул им большой и указательный пальцы, которыми держал лезвие. Заскочил в арку, там резко принял вправо и, прижавшись к стене, замер, вслушиваясь сквозь гулки стук крови в висках в нарастающий шум шагов. Когда в просвете арки возник первый силуэт, Фалько проворно шагнул навстречу преследователю и справа налево... Субтитры создавал DimaTorzok